А у нас герой же Петр Второй мальчик, который семи лет был заявлен на политической арене российской, а транши приходили через два, через три, а то еще четыре месяца, и вдруг приходил мальчик, а он уже был усатый, и у него бастил голос, и следовало бы сказать, а был ли мальчик? Музыка Бей, казни, отец, кровь русских царей, ты первый на плаху прольешь, за тебя накажет господь Россию. Я за Россию живота своего не щадил, тому бах, свидетель! История – это же все равно исторические фильмы, и они же очень ассоциативны. История как развивается у нас? По спирали! Меняется все, меняется там язык, костюмы, социум, еще что-то феодальное, какой там рабовладельческий, так же, шестрой. Не меняется одна единственная величина, изначально, с момента миросотворения, и величина – это человек. Не забудь, Маташа. Если вы историю рассматриваете с позиции и установки этих самых первопричин, то у вас все времена становятся ассоциативными и очень знакомыми, будто вы оттуда вышли, и вы знаете все про то самое время. Окунов зрителей в исторические эпохи своих картин, Светлана Дружинина, народная артистка России, сама вошла в историю отечественного кинематографа. Сегодня она, великий режиссер нашей страны, герой программы «Между тем». Мне, мой милый, изменяется, что за новости я бы тоже изменила, не хватает совести. Я бы тоже изменила, не хватает совести. Я все дыхала в рот, люди, про настоящую любовь. Сказочку красивую сочинили, чтобы веселее жить было. Я теперь вижу, есть она, есть она, любовь эта. В 61-м году, если я не ошибаюсь, ровно 50 лет назад была снята картина «Девчата». Да. 50 лет назад. Точно. У меня еще не было вообще. 50 лет назад. А вы еще даже и в замысле не существовали. Я только через 6 лет родился. Вот можно сказать, что эта картина, это такой, ну, если не брать ваши режиссерские работы, то это ваша такая визитная карточка, как актрисы. Ну, дело в том, что, как бы, давайте визитную карточку сделаю за двусторонней. А, хорошо. То есть Лариса и Анфиса. Дело в том, что я никогда не соглашалась сниматься в одинаковых ролях, потому что и после Пенькова были все время запросы на Лариску, и после «Девчат» были все время постоянные запросы на Анфиску. И мне это было неинтересно. Поэтому вот там, как бы, комедийная постась моей сущности. А здесь такая вот драматическая постась. Несчастная героиня, да, да, да. Почему не продолжилось актерство все-таки? Мне интереснее заниматься режиссурой. Мне всегда казалось, что вот то, о чем вы говорите, это, ну, сугубо мужская профессия. Потому что организовать вот эти все массовые съемки, лошади, вереницы, куча костюмов, там, ну, невозможно. Это только мужик может сделать, который командует огромное на площадке или там операторами, там, ну, всем, да. Это только мужик. Но как женщины могут быть в этой профессии? Как? Ну, как? Это все... Ой, вы знаете, русские... Есть женщины в русских селениях с погодой, важностью лиц. Коняновна с какой остановит? Коняновна с какой остановит, в горящую избу войдет. И вы из таких? Ну, а как, а вы все такие, вы никуда не денетесь. Есть состоявшийся великий режиссер Светлана Дружинина. А скажите, а могла бы состояться великая балерина Светлана Дружинина? Нет, я не была бы самой прекрасной балериной, потому что в свое время, когда я занималась в кареографическом училище при Большом театре, то есть у меня это императорские были еще стены, которые помнили потрясающих балерин, которые танцевали в Большом театре. И вначале я была классической, тоненькой. Вот тогда действительно девочки, голова, ноги, как я в свете говорила. А затем наступает возраст, 14-летие, когда у вас резко трансформируется все, и все гены, которые у вас заложены вашими прапрадедами, дедами, они вылезают в кости, широкая кость может быть, большой размер ноги и так далее. И поэтому резко и классически ужасающе все. Это же трагедия, что мы все начинаем курить, начинали курить, чтобы похудеть. Всякие глупости, чтобы похудеть. Не я одна. Потому что вас же постоянно носят. Конечно, чтобы мужчины, а мальчишки, вы в ужасе, глядя на то, как у них растут их партнерши. Им нужно вытаскивать их туда, в партерны, не только в партерны, но и в большие высоты. По отношению к ним очень точная формировка искусства требует жертв. Да, это было невероятно. Поэтому я перешла в класс как бы характерной танцовщицей. Хотя все равно мы экзамены сдавали как классическая танцовщица и характерная. Поэтому если бы я осталась в балете, я бы стала характерной танцовщицей, что мне, кстати, очень всегда нравилось. Все испанские танцы были мои, всякие мазурки я обожала совершенно. Ну, планы за само собой, минуэты, косесы, исторические танцы. Но все равно все актрисы балета мечтают о классическом репертуаре. И он для меня был сразу же вычеркнут. И в этот момент я точно совершенно поняла, когда я еще была в балете, что я уйду на балетминистерский факультет. И если бы я заканчивала и начинала бы танцевать в балете, я обязательно бы через три года тогда была, помните, по закону, вы диплом должны были отработать три года и после этого только переквалифицироваться, переходим в другую профессию. Я бы ушла бы в балетминистерство, потому что меня всегда тянуло в сочинительство. Вот этот парк напоминает мне мое даже не юность, а детство, потому что я вижу здесь скульптуры моей пионерской, октябрянской. У нас мамы привозили нас в парк культурный. Папов не было, папы погибли на войне. И вот все там были вот эти вот такие потрясающие белые скульптуры. Я знаю, что вы рассказывали про себя, что я девушка из Мариной Рощи, откуда-то банда «Черная кошка», я про них все знаю. У нас во дворе была «Черная кошка», ребята из «Черной кошки». Это такие хорошие мужики были. Очень. У нас все мальчишки хотели быть блатными, мальчишки. А девчонки хотели всегда быть парнями, девчонками этих блатных. Потрясающе. Вот, ой. Это советское прошлое дружинину привезло. Если даже возможно, давайте вот так вот запечатлеть здесь. Вот давайте мы здесь и запечатлеть. Легко с нас, Телегена, легко. Подойди вот так отсюда. Давайте. Какие люди? А вы знаете этих людей? А как вы? А вот и все. Здравствуйте. Конечно. Это мэтр нашего, да? Спасибо, спасибо. Вот что режиссер, а не актриса, это уже комплимент. А девчата? Но все равно режиссер лучше. Спасибо. Спасибо за поведение сердца. Так, Санна Сергеевна, спасибо вам за большое мнение. Слушай, ну вот это моя, даже не юность, а мое пионерское детство. Смотрим. Опа. Класс. Нет, будь готов. Да-да-да-да-да. Внимание. Всегда готов. Ой, вы знаете, так много рассказывают про всякие сенсорские ситуации. Могу вам сказать, что я ведь ушла в музыкальный кинематограф не случайно, потому что музыкальный кинематограф и жанровый кинематограф давал возможность говорить в изопловской форме, как изопловским языком, о сокровенном и о том, что было тогда запрещено. И, например, вся Дульсинея Табоская, как и Володин Александр, драматург, который писал, значит, о серьезном и наболевшем по тому времени совершенно в такой вот иной форме некого, так сказать, рассказа о Дульсине Табоской через 10 лет, так и музыкальная форма давала мне возможность говорить о том, что мне было бы любопытно. И это всегда проходило, кроме, пожалуй, одной картины, потому что Дульсинея Табоская, я не очень люблю об этом говорить, потому что все как-то говорят, как знак качества, знак качества, что ваша картина лежала на полке. Так вот моя картина Дульсинея Табоская два года или даже три года лежала на полке, потому что в ней, так сказать, увидели определенные взрывные какие-то ситуации. Например, что дороги обезлюдили, когда там, говорит... Еще второй план увидели, да, намеки, намеки. И о том, что Дульсинея Табоская великолепно сыграла Наташа Гундрия, говорит о том, что, ах, мир обесхудел, нет героев, которые, значит, могут нынче всякие в расчетах сточат, что на пользу, а что во вред. В Дон Кихоте никто не хочет, поумели безумцев ед, ох, давайте сюда, в Рассенанте, ах, как жаль, нет ни чай, копья, ничего, поставь, если надо, не за всех, то хотя бы за себя. И вот там, а дальше, вот это да, вот это да, в Табоса всякое бывало, и так далее. Потрясающе. Поэтому картина лежала несколько лет на полке. Но самое смешное, чтобы все сегодняшние наши, так сказать, ребята слышали и знали, которые снимают обнаженную, как хотят, все ситуации, как хотят, значит, чтобы все понимали степень, степень дозволенного и недозволенного. Если смотреть внимательно Дульсинею Табосскую, то когда, значит, она в пещере Дульсинея вместе с этим Луисом и пытается его сделать мужчиной, обратить его, так сказать, в нормальное житие под солнцем, И она поднимает, она поднимает свой балахончик серый, в котором она путешествовала в эту пещеру, где стенал, когда Дон Кихот, вот ровно до этих пор поднимает балахончик, у него статные столбы ноги, у Гундарьева вся ровные, статные, крепкие ноги. И в это время Боря Плотников, который играл Иисуса, то есть Луиса делает, и тогда она опускает этот балахон и говорит, ну вот, и так далее. И мне сказали, что это за порнография, что такое вы показываете нашему зрителю, как что? В процессе сердца же не было, ну? Нет, мне сказали, вы что, вы посмотрите, у вас голые ноги, пускай бы она еще бы выше подняла, она даже выше не подняла, она подняла вот до этих пор свой серый балахон. Ну мы уходим, да, да, да. Но стало еще хуже, я вырезала эти ноги, их в кадре нет, но стало еще хуже. Она говорит, а вот все, что под балахоном там дальше, она поднимает вот так, ноги вырезаются из кадра, а Луиса сделает так. А дальше все, кто что придумает, укаживает в меру свою испорченность. А вот скажите, Сан Сергеевна, а как вы думаете, ну, знаете вы такое или нет, а был хоть один режиссер в советское время, у которого хоть что-то не лежало на полке, или не было таких, к которым не подступали? Нет, ну было-было-было, но я не хочу называть имена и фамилии, зачем имена, достаточно. Вот эти, которые монументальны, которые творили такое, да? Помогу, но еще у нас всё, как вы видите, было такое множество врагов, но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была-бы честь, была-бы честь. Я сейчас подошу к этим лавочкам. И мой любимый Олег Меньшиков, который, кстати, у меня озвучил всего Жигунова в первых всех городоборезах. Как это? Своим голосом. Там нет ни одного вздоха. А чего вы Жигунова забарковали? А потому что он говорит плохо, а Меньшиков лучше. Вот это такие откровения. Дайте руку. Ничего себе. Вы помните, я упал с лошади? Запутался в плаще. Завязки едва не удушили меня. Если бы не подоспели монашки, пришлось бы ставить Богу свечку за упокой. Это судьба. Вот где правда открывается. В втором фильме «Виват» Санька Домогаров озвучит все Жигунова. И я когда увидел Сашу Домогарова, я подумала, о-о-о-о. Эх, гардемарины, какую победу украли. А я досчитаю, что Жигунова дружинина открыла вообще кинематографу, по большому счету. Говорите погромчице. Ну не так это разве, но так. А вы его бракуете, за голос браковали, да? Ну вы знаете, он у нас свой счет. Ну и наглец. И гардемарины, кстати, попали тоже в золотое сечение. Это момент перестроечный, когда нельзя было до этого момента вообще снять ничего, что касалось бы с текстами дыба, тайной канцелярии, допрос, донос и так далее. Более того, ведь первый объект, который я сняла, это были встречи, когда Брелье приезжает из Петербурга с рассказом о том, что заговор. И он видит вдруг в храме во время службы потрясающую красавицу Нелли, пшенную, эту Анну Бестужеву, кстати, мою роль, от которой я отказалась. Отказалась, в своем же фильме отказалась. Да, но я сама себе отказала. И Анастасию Ягужинскую, помните, да, Танечку Лютаеву, да. Так вот, мне сказать, что это они у вас там все крестятся, и что такое рисуют на лбу и пачкают лоб чем-то, вырезать. А любимый исторический персонаж ваш? Вообще очень любопытный Екатерина, если говорить о том, что я знаю более точно, чем все другие. А любимая историческая дата? 1935 год, 16 декабрь. Хорошая дата. Эта дата подарила миру великую дружинину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошая дата. Эта дата подарила миру великую дружинину. Нет, как только я увидела двух Сережи здесь рядом, а еще у них отчество, я сказала, все, здесь рядом, потому что это нужно заказывать желание. Желание я расскажу в конце нашей с вами программы. Правда, расскажите. Спасибо огромное. Ну а что делать? Я надеюсь, что к тому времену исполнится. Вы создали десятки успешных сценариев, актерских, режиссерских работ. И про все сказать можно одно. Ярко, художественно, красиво. Спасибо вам за это. Очень большое. Спасибо. И мы все прекрасно помним ваших горде маринов. Потому что мы все видели и знали, на чем воспитывается молодежь. И мы вместе с вами. Спасибо. Спасибо большое вам. Но от нас специальный приз. Оконопись. Это то, что мы хотели вам сделать. Действительно такой специальный приз. Это вообще невероятно. Спасибо. Павел Викторович. Я люблю мастерские. Павел Викторович. Павел Викторович. Это мы в храме. Я как раз хотел спросить, а какая работа Сашина у вас подала? София. Святая София. Мудрая, да. София, мудрая матерь. Между прочим, я не буду никому говорить об этом, но она имеется абсолютное, потом я вам пошепчу на ушко, это не для кого-то. Она имеет самые непосредственные ко мне отношения. Вы как-то, вы даже, вот понимаете, вы послан, но мне ее подарили, совершенно невероятно. За Светлану, за ее посещение нашего города с таким благостным названием Благовещенск. Благовещенск. Дай Господь всем нам, да. За вас. Спасибо. Будем жить дальше. А вы где девушка работаете? А что? Да нет, нет, ничего. Самый мой любимый фильм «Девчата». А головной убор, между прочим, так не носят. А шляпы, между прочим, так не носят. Не носят. Так не носят, да. Нет, шикарный. Вообще. А вот вверх. А вы не работаете? На коммунтеатре. Ох! Вот, кстати, мы там не были. Мы там не были, да. На коммунтеатре, да. Это классик. Нет, ну вообще. Только что после битвы. Да, 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 да. Какой ежик. Да. Между прочим, могу только сказать, что это была самая отрицательная роль, которая, значит, вот как-то надо быть. А я не могу, вот просто отрицательный. Она же ведь очень хорошая там девушка. Ну вот так вот, понимаешь, она... Споткнулась. И она все-таки хорошая. Я сказала, нет, вы знаете, отрицательный не буду. Наказания не надо. Ну а переживание за картину дела было в Пенькове. Нет, там очень. Ребята, все. Лариса подмешивает. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Санечка. Спасибо большое, Сережа, что ты меня привел в этот удивительный, совершенно потрясающий мир. Ой, как здесь у тебя, как я люблю мастерские все. Когда человек работает в светлой, так сказать, какой-то форме и во всем. И мастерская очень теплая и светлая. Спасибо. И низкий поклон. Огромное спасибо и низкий поклон. Спасибо, Санечка. Ну, Станас Сергеевна на прок не ходит, понимаешь? Вот. Она бледет фигуру, понимаешь? Нет, она спит. Ночью не ест. Не пьет. Ладно, увидимся. Да, давай. Скажи, мы пожалели, что не взяли у тебя коньяк. Слышал, да? Они все потеряют свой голова. Тут свое бы сохранить ваше височество. За удачу. А вы всегда снимали все, что вы хотели? Или вам установки давали? Нет, я снимала то, что я хотела. Потому что если есть возможность прожить в бурлящем потоке времени, сказки, костюмов, мошкерадов, музыки, пластики, ну, почему не использовать это? И хотя это, в общем, одна из самых трудных... Красовой езды ножа, да? Да, да, шпаги и так далее. Это одна из труднейших, кстати, жанровых работ. Труднее всего работать в музыкальном кино, потому что вы должны до этого уже написать партитуру, отыграть ее в моем лице, чтобы все вокалисты пропели так, как мне надо, потому что в процессе съемки под фонограмму уже ничего исправить невозможно. Ни паузы, ни оценки, ни настроения, ни акцента, ничего. И поэтому я выбрала. Пускай это будет трудно и тяжело, зато я буду работать в неком ином прекрасном и яростном мире. И тогда можно было говорить, кстати, там же и изофовским языком и быть честным. Ну, давай! Эй! О, Господи! Господи, помоги мне! Я хочу вам сказать, все мои работы очень тяжелые по их производству, потому что все перевороты, как правило, зимние. И в основном в ночи. То вы должны снимать зимой. Темные дела, что ночи. А что такое зимой в ночи в Петергофе, когда у вас 35 градусов мороза, когда у вас с коням нельзя ходить, выходить из стойла, из конюшен, их не выпускают. А актеры снимаются, снимается Шакуров, от него идет пар, пленка застревает, снимается Колечка Караджинцев, да, по-моему, силы и здоровья. Вот я его сегодня видела по телевидению. И так далее. Снимаются Люся Гурченко, ведь, к сожалению, мы можем часто говорить «Царство им небесное», но это все были подвижники от кинематографа, они были истинные профессионалы. Зима так зима, ночь так ночь. И мой муж, потому что куда он денется, Анатолий Мукасей, мой любимый кинооператор, как я все время говорю, кинооператор, посовместитель с мой супруг, отец моих детей и дед моих внуков. Отец сына, который тоже оператором стал. Потрясающий Мишка Мукасей, да, но потому что мы его таскали с собой постоянно. Ну, кем он еще мог стать, господи, боже мой. И он врожденный кинооператор. Так вот, только женщины выдерживали эту сумасшедшую нагрузку, причем мы уже потом снимали вот «Тайный дворцов» практически почти без денег. Транши приходили неравномерно, а у нас герой же Петр Второй мальчик, который 7 лет был заявлен на политической арене российской, а транши приходили через 2, через 3, а то еще 4 месяца, и вдруг приходил мальчик, а он уже, мол, усатый. И у него бастил голос, и следовало бы сказать, а был ли мальчик? И костюмное ведь кино, и дворцовое кино, стало быть, и реквизит дорогой. А для вас открывали вот эти святые стены, по которым хаживали исторические персоны наши? Конечно, а я только там и снимаю. Мы снимали в Эрмитаже, мы в основном снимаем в Петербурге. Мы снимали в Эрмитаже в отделении в Меньшиковском дворце-музее, потому что именно это и есть тот самый начало XVIII века, первый четверть, где даже лестница, кованная Петром Великим, на которую нельзя вступать с ногами. Нам Петровский, несмотря на то, что он ничего не разрешал, но мы все-таки два члена английского клуба и два стрельца, он упертый и я упертый. Поэтому все-таки он мне разрешил, и мы снимали вот все, что можно было отснять, во всех интерьерах, где мне позволено. Я снимаю все абсолютно до конца, и я очень как бы старательно делаю это для зрителей, потому что помимо того, что и в основном молодежной аудитории, потому что все-таки эта история по документам, собранным Соловьевым, в истории государства российского с древнейших времен, есть такой огромный серый наготовник. И вместо того, чтобы иногда читать, можно сделать из этого, как я предполагаю, дальше телесериал. Он так и задуман, кстати, на то, чтобы в процессе сделать Году Романовых, это будет 2013 год, юбилей Года Романовых, сделать телесериал. Ваша Величество, матушка, неужто вы поверили ей? Сами же говорили, надо раздавить гадину. Кого престол оставлю? Петрушка, дурак, дураком. Алл Петрович, младенец. А у Катьки, что ни говори, характер есть. И голова на плечах. Александра Сергеевна, а вот были в Вашей жизни периоды депрессии, отчаяния жутких, когда хотела сбросить профессию? Ну, они... Эти периоды бывают очень часто, когда Вы очень устаете. И думаете, боже мой, зачем мне все это надо? Зачем я бегаю зимой? А с чем чаще всего это было связано? С усталостью и все. Просто нормальной хронической усталостью и только. Я какую-то политическую подоплеку пытаюсь найти, нет? Нет, ни в коем случае. Нет никаких творческих, ничего. Физическая, хроническая, сумасшедшая бывает усталость. В общем, я говорю, что только, мне кажется, мужская профессия. Нет, но потом Вы отсыпаетесь. Вы отсыпаетесь. Вы отсыпаетесь. Я иногда вообще... А какой для Вас самый лучший отдых, чтобы набраться сил? Вы знаете, я очень люблю одиночество в своей даче и на природе. Я очень люблю... Чтобы такие, как я, не доставали, да? Ну, Вы мне не очень достаёте. Мы с Вами так хорошо провели время. Причём с таким роскошным приобретением, как эта длинная работа. Ну, Сашеньки. Какая красота, посмотрите вообще. Просто смотришь, да? Да. И умиляться просто. Вот я обожаю, приезжаю к себе на дачу под Москвой. А осень любите Вы? Очень. Это одна из моих любимых, из любимых моих спецсезонов. А мужскую осень? Ну, тем более. А за что Вы любите фестиваль Новожиловский, скажите мне? Вы знаете, вот душевность. Вот здесь какое-то всё... Нет этого... Борьбы за звание. Борьбы за место. Но Вы же человек, который бывает на сотнях этих фестивалях. Я не люблю на все фестивали. Я очень выборочно езжу на фестиваль. На фестивалях нет душевности? На многих нет. Вот у меня был когда-то мой любимый фестиваль в Выборге. Только потому, что когда-то его открыл, сделал и пестовал. Мой любимый режиссёр Станиславович Ростоцкий, у которого я снималась, дело было в Пенькове. Но после его смерти в фестивале резко захерел. И поэтому мне стало там неинтересно. А кто душевность создаёт? Ну, её же актёры создают. Нет, понимаете, рыба гниёт за головой. Вот если голова, в данном случае Сергей Новожилов, дай бог ему силушки. Если он закладывает вот эту, понимаете, мину недоброго соперничества, то и начинает... Привезно всех. Да, этот плод начинает, понимаете, расцветать, пахнуть плохо. Плоды вообще всевозможные. В данной ситуации я вообще потрясена Новожиловым, потому что его фестиваль я обложила в 2004-м году очень давно. Семь лет назад. И очень резкая перемена к лучшему. Просто очень резкая перемена. Нужно от этого должное, потому что, посмотрите, я когда разглядела его программу, мало того, что он привлёк сюда театра, у них деятели, и театр, он ещё... Я редко вижу, чтобы был такой большой радиус действия. Я читаю посёлки, сёла, маленькие города. Это потрясающе. 40 выездов по области. Вы знаете, это единственный, пожалуй, фестиваль, который работает столь плодотворно и объёмно. Света Сергеевна, а какой характер удружиненный? Ой. Ну, непростой. А он непростой, а просто от какой-то вот вспыльчивости и избалмошности? Или когда это касается творчества? Сейчас. Я стрелец. За что вы принимаете людей, и за что вы не пускаете в свой круг каких-то людей? Я очень банальна в этом ответе. Я терпеть не могу предательство, потому что это всегда некий удар в спину промеж лопаток. Это нож в спину. А я человек достаточно открытый, и это всё видят и понимают, и откровенный в своих эмоциях и проявлениях. И поэтому очень доверяю. Ведь стрельцы, они летят, стрела пустая летит над землёй, туда, за горизонт. Это знак веры, что там, за горизонтом, тот самый удивительный рай. Но бойся стрельца, опустившегося на землю. Тогда все стрелы колчаны полетят к тебе в десятку. И действительно, со мной, наверное, лучше дружить. Надеюсь, что, как у любого творческого человека, ещё много нереализованного есть. Поэтому реализовать это задуманное, и с этим задуманным ещё раз приехать в Богоречино. Спасибо, мои дорогие, за приглашение. Дай Бог вам удачи и успехов. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»